Есть только один способ быть счастливым, это идти вперёд, не сдаваться и пытаться помнить о чистоте человека, святого места и кланяться, поклоняться им, поклоняться, поклоняться, слушать. Через звук вдохновения приходит. Если нет сил, допустим, у меня бывает время в жизни, когда у меня нет сил вообще ни поклоняться, ни служить, ничего нет сил. Тогда нужно идти туда, где это делают другие. Нужно заставить себя выйти из квартиры или включить голос того, кто читает лекцию. Надо тогда напитаться. Если батарейки кончились, нужно ехать туда, где это делают люди очень сильно. Когда я приезжаю в святое место, то представляете, там ты не можешь поздно вставать. Это невозможно. Все встают рано. И тебе хочется встать рано. Просто саму тебя раз в постели поднимают, рано утром потом... И хочется молиться, потому что там все молятся. Там такая атмосфера. Понимаете, как здорово. Ты приезжаешь куда-то, и у тебя не надо напрягаться, чтобы заниматься духовной практикой, потому что там все этим занимаются постоянно. Классно? Допустим, когда приезжаешь, там, где много солнца, тебе не надо подогреватель вставить, так? И так много солнца везде, куда бы я ни пошел, много солнца. Так и в святом месте много Бога везде. Там все счастливы, занимаются духовной практикой. Если у вас, допустим, отпуск, у вас выбор, куда поехать, допустим, в Рио-де-Жанейро или там куда-нибудь в Италию, выбирайте святое место. Откажитесь от всех курортов. Откажитесь. Вы получите также отдых в святом месте, это всегда на природе обычно бывает. Получите там отдых, раз, и счастье духовное, два. Два в одном получите, и там цены будут дешевле. В этих местах цены дешевле, чем там в курортах. Вы получите сразу все и все дешевле, иногда даже бесплатно. Там и людей кормят часто и все прочее. И столько счастья, столько возможностей. Ваш отпуск. Отпуск человека предназначен для того, чтобы получить знания и отдых. Не просто отдых. Некоторые думают, достаточно забыться. Недостаточно забыться. Нужно еще и получить знания. Когда человек успокаивается, от работы уходит, от дел уходит, ему нужно в это время апгрейд сделать в своей жизни. Пересмотреть свою жизнь. Все это в святом месте доступно, возможно. И вы приезжаете уже новенькие, зреленькие, свеженькие. Но другими словами, все, что я сейчас говорю, вы можете услышать в песне Ярослава Климанова, моего друга, писателя и духовного человека. О том, что нужно делать. Молитву, песню свою молитву. Молитву, песня. Молитву, песня. Молитву, песня. Молитву, песня. Память о святом, о святости. Молитву, песня. Память о святом, 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 о святом. Не забыть тех, кто шел перед тобою. Ты сумеешь полюбить бескорыстною любовью. Нужно только стойки быть, верить, что победа с нами, Что надежду не убить и огнем не выжечь память. Если ты сумеешь остаться с теми, кто идет перед тобой, Ты достигнешь этой цели. Нужно только стойким быть и не терять надежду, И помнить, учиться помнить святость. Она вспоминается с трудом, когда у человека боль в сердце, Когда у человека отчаяние, он помнит только об этой боли, об этом отчаянии. У меня другой совсем случай, Олег Геннадьевич, Я не могу сейчас помнить никакой святости, мне совсем плохо. Надо все равно восстать, надо быть стойким И стараться помнить о чистоте, о возвышенных вещах. А сейчас я вам хочу сказать еще одну важную вещь, то, что вам поможет. В молитве есть две силы. Есть сила любви. Она идет через отношения с тем, кому мы поклоняемся. Отношения должны быть близкие. Например, если это святое место, то надо кланяться, целовать мысли на эту землю святую. Если это святой человек кланяться ему в ноги, мыть ему мысли, намывать стопы, близкие отношения, очень близко надо строить. Это даст любовь. А если вы хотите силу от святого человека, тогда надо слушать его звук. И вместе с ним, так же, как он, повторять. И тогда у вас появится сила. Иногда человеку не хватает силы в жизни, а иногда любви. Иногда он очень сильный, смелый, у него все есть, но он очень грубый такой. У него нет отношений ни с кем, он одинок. Тогда ему нужна любовь, он должен мысленно кланяться, целовать святое место. Он должен тихонько повторять молитву. Любовь приходит через тихое повторение. Но если вам не хватает силы, тогда слушайте голос возвышенного человека. Повторяйте молитву громче и громче включайте его голос. Тогда в этом случае вы обретете сначала опору, у вас появится опора. Потом вы почувствуете вдохновение, этот голос начнет вдохновлять. И в тот момент, когда вдохновение приходит, тогда со слушания нужно переключиться на повторение. Сначала нужно слушать, чтобы наполниться, опыряться на этот звук. Но самому повторять молитву параллельно, но ее не слушать. Если человек не повторяет, ничего, разум не работает, возможности побеждать судьбу нет. Нужно включить разум, нужен звук, свое повторение. Но сначала нужно слушать того, кто повторяет рядом с вами, чтобы опереться на этот звук и вдохновиться им. В тот момент, когда вы слушаете очень внимательно и приходит вдохновение, в этот момент вместе с вдохновением надо так же, как он, в его понимании, не в его ритме, а в его чувстве повторять молитву самому уже. Вместе с ним, так же, как он. Когда вы сами будете повторять молитву, в это время в сердце придет три вещи, одна за другой. Первая вещь – спокойствие. Когда спокойствие станет сильным, вы почувствуете, что все хорошо, тогда в вашу жизнь придет память о событиях, которые вас разрушают. Это может быть болезнь, может быть разлука с человеком, еще что-то. И на второй стадии вы сможете вспоминать событие без боли в сердце. Это значит, что вы уже своей силой пробиваете это событие. Через память идет контакт. И на третьей стадии вы увидите реально, как меняется событие. Или вам Бог в сердце даст знание, как его поменять. Субтитры сделал DimaTorzok